Здравствуйте! В студии программа «Наблюдатель» Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить о Государственном историческом музее. И у нас очень приятный повод. Совсем недавно исполнилось 150 лет со дня основания этого, наверное, главного исторического музея нашей страны. В феврале 1872 года было принято решение о том, что такому музею нужно быть. И начались работы по созданию этого музея. Потом было построено здание. Поверьте, я не буду вам сейчас рассказывать всю историю исторического музея, потому что, слава богу, для этого есть у нас в студии гости, прекрасно знающие исторический музей, сотрудники исторического музея, и люди, которые много лет своей жизни отдали этому прекрасной институции. И я с удовольствием вам их представляю. Начну, наверное, с наших гостей. И справа от меня Наталья Владимировна Углева. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Старший научный сотрудник Государственного исторического музея. И, в частности, куратор серии выставок, связанных с прекрасными визитами коллекций зарубежных. И вот перед вами лежит... Можно я покажу сразу? Вы принесли очень... Это каталог очень яркой и нашумевшей выставки Дюрера, которая была в прошлом году в историческом музее. А я знаю, что вы продолжаете работу, и будет серия итальянских выставок. Правильно? Совершенно верно. Да. Ну вот я надеюсь, что вы об этом сегодня и о многом другом нам сегодня расскажете. Марина Викторовна Чистякова. Здравствуйте, Марина Викторовна. Заместитель директора Государственного исторического музея по научно-фондовой работе и главный хранитель Государственного исторического музея. Я так понимаю, что вы самый богатый главный хранитель в России, потому что 5 миллионов предметов хранит исторический музей. Вот трудно себе представить, как можно вообще в голове удержать, ну, вряд ли вы знаете, все 5 миллионов предметов в лицо. Ну, для этого существуют сейчас электронные технологии. Ага. Хорошо. Да. Но вот о том... Но все равно это производит впечатление о коллекции исторического музея. Мы отдельно сегодня поговорим. И Алексей Константинович Левикин. Здравствуйте, Алексей Константинович. Здравствуйте. Директор Государственного исторического музея. И сегодня тоже хочется вспомнить, что вы в каком смысле потомственный директор, потому что ваш отец много лет руководил. Когда вы впервые попали в исторический музей? Ну, я попал не в то время, когда директором был мой отец. А еще школьником. Я попал как нормальный советский школьник. Где-нибудь, наверное, я так думаю, что на уровне класса 4-5. И я помню, у меня первые впечатления. Понравилось вам? Понравилось. А он не может не понравиться. И кроме того, я вот говорю, вот первые впечатления. И меня спрашивали, что мне понравилось больше всего. Я вот с первого впечатления помню Бивони Мамонта и знаменитую картину Васнецова, которая демонстрировала жизнь в доисторическом обществе. Все на месте сейчас? И Бивони, и Васнецов. Да, все на месте. И Бивони, и Васнецов. Ну, раз уж мы эту тему затронули. Я не ходила в школьницы в исторический музей, потому что он был закрыт, когда я... Да, это был трагический период. Да, долго очень на реконструкции был. А вы когда попали, вы помните первое свое посещение музея? Я помню. Это был культурный шок. Первый раз я попала в исторический музей осознанно в 1980 году, когда я уже закончила школу. И пришла туда устраиваться на работу для того, чтобы поступить в университет на кафедру истории искусства. И я даже не представляла, что меня ожидает. Я вошла со двора. Нынче этих дворов нет. Вход был с той стороны, где стоит памятник Жукову. И предо мной распахнулись двери подвалов, находящихся под Красной площадью, где стояли кареты зачехленные, огромное количество зачехленной мебели, прялки, расположенные рядами одна над другой. То есть это были просто какие-то кладовые алибабы. И потрясающий совершенно запах, дивный запах старой древесины. Вот он в жилых домах, в квартирах, его не бывает. Он бывает только в музеях. И я при всей своей легкомысленности в том возрасте была просто потрясена, совершенно очарована и приемом сотрудников, которые со мной встретили. И с 1980 года вы работаете в историческом музее? Да. Ничего себе. Да, это да. Но и древесины тоже вы связаны, потому что вы руководите той частью хранения, которая связана с мебелью. Да, я хранитель коллекции мебели. И вот весь мой интерес, направленный на связи с Италией, он как раз произрос из атрибуции русской мебели и выявления связи с итальянской культурой. Вернемся к итальянской культуре. Но хочу теперь и Марину Викторовну спросить о первом посещении исторического музея. Тоже через подвалы вы зачехленные кареты там оказали? Нет, нет, нет. Я вошла как раз с официального входа. Дело в том, что мы одного поколения с Алексеем Константиновичем, поэтому это же была замечательная традиция. Школьников вводили на уроки, не просто экскурсии, это были уроки. И могу только сказать, что музей, конечно, тогда выводил по-другому, потому что вот та реконструкция и та реставрация, которая прошла, вот началась, вот вы упомянули, да, что музей был долго закрыт. Это на самом деле очень сложная ситуация. В конце 80-х годов до 86-го по фактически, наверное, полное открытие, где-то в 2007-м году. Полное, да, полное 2006-й, а вот первая очередь залов открылась в 97-м году. Вот такое колоссальное, это практически поколение школьников выросло без музея, и это на самом деле ужасно, потому что все-таки вот эта база, вот это ощущение, знаете, детское, когда вот формируются какие-то даже чисто зрительные ощущения. Бирни-мамонты. Вот они только что нам были предъявлены детские воспоминания. Совершенно верно. И веснецов, да. И в этом смысле, конечно, сейчас все-таки музей другой, благодаря тому, что восстановлена вот эта вот дивная роспись в парадных сенях, генеалогическое древо, да, и восстановлены залы, потому что, как известно, ведь это в 30-е годы вся эта живопись была скрыта, она была замазана, просто, грубо говоря, и была сбита лепнина в залах и так далее, и так далее. Вот восстановленные залы, это, конечно... Такие, как они задумывались. Такие, как они задумывались, да. Ну вот скажите мне, пожалуйста, прекрасные у всех свои воспоминания, у кого-то веснецов, у кого-то запах. Вообще музей, это почти всякий музей, это и есть собрание истории, правда? Можно так сказать. Но и музеев, хранящих историю, очень много, и обращающихся к нашей истории. Но вот исторический музей, государственный исторический музей один. Чем вы отличаетесь от вообще многих других музеев, хранящих историю? Есть ли какая-то особая концепция, которая вас выделяет на фоне других музеев? Ну, во-первых, я скажу, что ведь исторических музеев, таких как исторический музей, не очень много. И не каждая страна имеет такой музей. Вот, именно тот музей, где была сразу поставлена определенная функция, определенная миссия, которую мы продолжаем на протяжении 150 лет. Какова она? Это миссия собирать свидетельства памяти, истории и демонстрировать историю российского народа. Российского народа или российского государства? Потому что вы государственный музей, вы были императорский музей. Нет, все равно, так или иначе, вот миссия, которая закладывалась в государственном историческом музее, он должен был показывать и проявлять всю историю российского народа, во всем его многообразии, как было записано, в его уставе. Но российского народа тогда не говорили, конечно. Это уже придумывали после советской власти. Ну, русского. Нет, кстати, есть, сохранила знаменитая фраза Ивана Горьевича Забельна, когда он пишет о том, что исторический музей – это не музей для свободного времяпровождения. Это музей утверждения российского самосознания и развития русского самопонимания. Вот как он сказал. И вот эту функцию... Хорошая формулировка. Она закладывалась в его коллекцию. Исторический музей выполнял всегда. Несмотря на то, какая бы идеология ни была, какие бы ни были правители, как они, так сказать, обращали внимание на нашу историю. Все равно это функции он выполнял и выполняет, и я думаю, что выполнять будет. Ну да, но только зачеркивается российская, потом там советская, потом какой-нибудь пролетарская, потом обратно. Ну, так сказать, все равно это история народа. История народа во всем его многообразии в победах, в поражениях, в трагедиях и праздниках. И что интересно, хотя это, может быть, не объявлялось изначально, но буквально с первых памятников коллекции исторический музей еще одну функцию стал выполнять. Он собирает свидетельства и представляет вообще развитие цивилизации на просторах Российской Федерации. Причем цивилизации, которые насчитывают уже более 5000 лет. И посетитель приходит, и первое, с чем он знакомится, он знакомится вот с этими свидетельствами, первыми пребывания, жизни, да, вот, дневной мамы, о которой мы с вами уже говорили. Да. Что для вас тоже отличает исторический музей от других музеев? Вот в чем особенность? Вот когда вы говорите, что школьники... Да. Было правильно, что обязательно школьники приходят. Почему? Именно потому... Почему именно в ваш музей? Я, да, я понимаю. Именно потому, кстати сказать, вот Игланд Георгиевич Забелин, и на самом деле вот стоит часто вот упомянуть именно его мнение, потому что оно воссоздано, оно сохраняется. История русского народа в его бытовом проявлении и народов, населявших эту территорию. И поэтому у нас значительно более такой широкий взгляд, почему школьникам это необходимо. Потому что, когда вы приходите в первый зал музея, это еще не государственность, да? Это некая территория, которая каким-то образом развивается. Вот то, о чем сейчас упомянула Алексей Константинович, шаги цивилизации определенные, на этой территории, которая увеличивалась, уменьшалась. То есть государство возникало одно, потом другое, народы какие-то приходили, уходили и так далее, и так далее. Вот это все достаточно наглядно можно увидеть. То есть значительно более широко, нежели, скажем, можно преподать в школьном курсе. Тем более, что что такое музей? Музей – это овесчисленная история. То есть предмет – это исторический источник, на основании которого можно доказательно рассказывать о тех или иных событиях, о той или иной личности. Вот мне кажется, вот это самое важное и самое сложное, кстати, сказать. Ну, кстати, вы сказали сейчас очень интересную мысль, когда вы сказали там российского, советского. Вы знаете, если посмотреть на советскую историческую науку, она вообще очень неразрывно связана с русской классической исторической наукой, которая вот как раз в тот момент, когда создавался исторический музей, она уже окончательно сформировалась. Это время деятельности, жизни такого блестящего, так сказать, столпа русской истории, как, например, Соловьев. Да, и вот именно в этот период создается исторический музей. Это период роста национального самосознания, когда уже появляется и в полной мере развился русский литературный язык, язык Пушкина, Гоголя, Толстого. Да, это, так сказать, вот именно тот период. И поэтому появление, конечно, исторического музея вот в таком виде, в котором он существовал и существует, оно совершенно естественно и нормально. Ну, и это же совпадает... Вот я очень рада, что мы как-то сейчас переместились в события 1870-х годов. И это же совпадает вообще с подъемом интереса к национальной истории не только в России, а всюду, во всех странах, правда? Вот именно такое, когда есть большие империи, и вдруг возникает национальное какое-то самосознание, да? Что вы думаете? Ну, дело в том, что вообще интерес к национальному самосознанию, он просыпался как минимум на протяжении ста лет. Вспомните Пушкина, сказки его. Это не что иное, как поиск национальных особенностей, национальных сказок. И вот эта деятельность, этот интерес, он жил, собственно, на протяжении всего XIX века. Исторический музей является логическим результатом, вот как бы завершающим его. И если говорить об историческом музее как об особенном совершенно, я вам скажу, что он всегда во всем был первым. И он торил дорогу, по которой вслед за ним пошли другие музеи. В чем? Потому что исторический музей создавался с нуля. Не было коллекции, вот как у Эрмитажа, например, где в основе лежало дворцовое собрание. Или у Кремля, у которого тоже было свое собрание, заложенное на основе царских коллекций. Мы начинали с нуля. И вы посмотрите, за 150 лет 5 миллионов экспонатов. О чем это говорит? Значит, здесь собрались люди, которые были инициированы, имели идею, и которые работали, не покладая рук, думая об этом музее, о его создании. И наши коллекции на сегодняшний день, они не только исторические. Не надо забывать о том, что то собрание, которое сейчас у нас имеется, это великолепная иллюстрация развития линии искусств. Декоративно-прикладного ли, изобразительного ли, у нас изумительные коллекции тканей, костюма, мебели, конечно, фарфора. Последние годы наши выставки ярко показывают все эти пласты, которые в настоящее время хранятся в фондах. Но, тем не менее, мы их стараемся как можно чаще показывать. И когда мы говорим о том, что мы первые? Мы первыми поехали в историко-бытовые экспедиции. Вы говорили о XIX веке, предшествующем созданию исторического музея. Да, вещи собирались. Но были, понимаете, такие интересы специфические. Кто-то собирал фарфор, его со XVIII века собирают китайский. Кто-то коллекционировал оружие, потому что многие мужчины... Об этом нам Алексей Константинович сказал, как специалист по оружию. Многие мужчины этим увлекались. Но собирать народное искусство, если мы назовем этот термин народное, то есть подразумевающее, как жили крестьяне, мещане, посад, город, деревня. Это начал делать исторический музей на научной основе. Не просто собирать вещи, которые имеют архаичные черты и, кажется, представляют собой исторический интерес, а совершенно целенаправленно. Это уральские экспедиции, это северные экспедиции. 20-е годы, когда в стране вообще непонятно, что творится, и голодно, и холодно. И вот уже предвоенное. Но после войны, конечно, это все продолжилось. Кроме того, в нашей выставочной работе мы тоже делаем совершенно потрясающие вещи. Коль, я о мебели, простите. Но мы первыми в стране создали монографическую выставку, посвященную только мебели. Это 112 стульев было. И вот вслед за нами уже стали другие музеи позволять себе это делать, потому что надо было понять, что мебель – это тоже предмет искусства. И в дальнейшем исторический музей продолжает двигаться по этому пути. Опять же, мы возвращаемся к нашим итальянским выставкам, потому что они тоже особенные. Поговорим еще об итальянских выставках, обещаю. Но немножко еще о событиях непосредственно февраля 1872 года. Политехническая выставка, да? Где оказывается, где Чепелевский говорит о том, что… Расскажите об этом немножечко. Да, полковник Чепелевский, в будущем генерал-майор Чепелевский. Ну, там еще были, так сказать, достаточно очень интересная группа, потому что он был не один. Это позиция министра двора Зеленова, это деятельность Забелина, и в первую очередь, конечно, деятельность графа Алексея Сергеевича Уварова, человека крайне интересного. Он сын Сергея Уварова, знаменитого создателя вот этой триединой формулы, которая лежала в основе Российской империи. Человек, блестящий совершенно историк, блестящий археолог. Я бы, если честно говоря, сказать, что, наверное, научная российская археология начиналась с него. И вот именно эти люди становятся инициаторами создания музея. Причем, вы сказали, политехническая выставка, да. Вот об этом скажите, пожалуйста. Но музей-то решение принимается в феврале 1872 года, а политехническая выставка проходит летом 1872 года. На которой показывается что? На которой показываются прекрасные образцы так называемой крымской коллекции. Потому что очень часто вспоминают про группу памятников, связанную с Петром, и вообще политехническая выставка была связана с именем Петра. И очень интересно... Потому что был юбилей Петра, как в этом году юбилей Петра. Да, как и сейчас в этом году юбилей исторического музея. Тогда 200, сейчас 350, да. Да, юбилей Петра. Но в большей степени коллекцию Петра представлял оружейная палата. А исторический музей, будущий, вот его зарождение шло в группе тех людей, которые работали над так называемым крымским отделом, севастопольским отделом этой выставки. То есть крымский отдел – это по следам крымской войны... По следам крымской войны. Которая меньше 20 лет назад накончилась. Да, да, да. Но это все-таки взгляд в историю, это взгляд в историю, так сказать, Крыма и освоения Крыма русского. Я имею в виду и ту роль, которую Крым играет в нашей истории. Я имею в виду Херсонес. И вот эта вот группа людей, она заранее выходит, которые готовят этот раздел выставки. А подготовка к политехнической выставке примерно началась с 1868 года. И они получают поддержку еще от одного человека, с именем которого связан непосредственно с историческим музеем. Но всегда это наследник Александр Александрович, будущий Александр Третий. Именно он вносит это предложение к своему отцу Александру Второму. И я так думаю, что он сыграл выдающуюся роль в принятии этого решения о создании музея. Поэтому он первый председатель музея. Поэтому имя его, так сказать, было связано с историческим музеем вплоть до 1917 года. И поэтому мы всегда, так сказать, чтим его, как создателя нашего музея. Ну, единственный музей создал Александр Третий. Да, 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 не единственный музей. Мы совершенно правы, потому что... И Пушкинский же музей тоже был, да, и Пушкинский музей, и музей Александра Третий. Да, и, кстати, Русский музей тоже. Поэтому, да, у нас есть вот такие особые отношения и с Русским музеем, которые, значит... Если мы Национальный музей русской истории, то, например, Русский музей – это Национальный музей русского искусства. Да, пока Третьковская галерея не слышит. Можно так сказать. Но постарше. Постарше, это правда, постарше, да. Я хотела попросить вас несколько слов сказать, конечно, о здании музея. Потому что, вот, как Наталья Владимировна прекрасно сказала, что эта концепция, которая была продумана, и дальше идеи, вот просто с нуля, да, и дальше идеи, они развивались в том числе и в здании. Мне кажется, в том отношении, где строить это здание, какого вида это должно быть здание. И вот это такая, ну, то, что в просторечии называется такой псевдорусский стиль, такой русско-исторический стиль. Ну, лучше назвать его историческим стилем. Да. И, в общем, исторический музей влияет и на архитектуру Красной площади и дальше, ведь потом же появляются. Более его стилистика, его создание. Вот, и она, конечно же, сам Кремль, вот, который повлиял на стилистику исторического музея, но исторический музей, конечно же, повлиял на стилистику и создание, вот. Приятно, конечно, иметь такие фотографии из музея, да? Приятно работать. Ну, на самом деле, это же не первый проект Шаровуда. Первый проект Шаровуда был совершенно иным. Предлагалось здание вдоль Кремлевской стены, вот, на месте, ну, ориентировочно там, где сейчас стоит Мавзолей. Да. И это здание должно было быть невысоким, где-то примерно двухэтажным, и располагаться между башнями Спасской и Никольской. Это был совершенно другой вариант. Совершенно другой вариант. Но в связи с тем, что поменялось место расположения... Кстати, сказать, вот это место, на котором сейчас находится исторический музей, в свое время под себя, собственно, задумывала городская дума. Они выкупили этот участок у казны, потому что у них не было своего помещения. Они арендовали здание на воздвиженке в доме Шереметьево. И так уж, если мы об этом заговорили, вот это вот здание, которое построил Чичагов, да, куда городская дума переехала... То есть это здание рядом с вами, просто чтобы разъяснить нашим зрителям... Не только рядом с нами, но это наше здание. Да, это ваше здание, здание, где была Московская городская дума, потом был музей Ленина в советское время. Так вот туда они переехали только в 92-м году, а музей наш открылся в 83-м. Так что вот этот участок был... Смотрите, еще раз, прекрасная старая панорама Красной площади. Красная площадь тоже ваша, можно сказать, историческая? Ну, мы ее ограничиваем, да, мы ограничиваем двумя комплексами. С одной стороны, исторический музей, с другой, Покровский собор, который является частью исторического музея. Да. Кстати, об историческом стиле, когда только задумывался вот этот образ музея, между Уваровым и Забелином тоже были споры. Уваров, он произвел с немножко другой точки зрения, он считал, что нужно делать в стиле Владимирских, Суздальских храмов. А Иван Георгиевич Забелин полагал, что это все-таки влияние романской архитектуры. И настаивал на зданиях архитектуры 16-го века. И в первую очередь, конечно, он уповал на собор Василия Блаженного, который вот на Красной площади, в общем-то, по сути дела, доминирует. И в итоге Уваров с ним согласился. И они остановились вот как раз вот на этой стилистике. То есть это именно ответ храма Василия Блаженного, как в народе он называется, именно... Да, не только, еще и, конечно же, вот башня Кремля, вот эта архитектура более ранее, так скажем, да. Ну и, конечно, собор Василия Блаженного. Прекрасное конца 1830-х годов изображение Покровского собора. Да, выделенные стены. Сейчас мало кто представляет, что стены, значит, Кремль был белым. Да, белокаменная Москва, да, прекрасно, да. Как сейчас, спустя, ну не 150 лет, все-таки здание строилось, когда оно открылось? В 83-м году. В 83-м году. В 83-м году. Это были дни трекорационных торжеств. И вот можно в любой момент, когда вы приходите в исторический музей, если вы находитесь в царских вот этих парадных сенях, вот вы как раз оказываетесь в том пространстве, куда вошел император Александр Третий с своей супругой. И они прошествовали следующий, так сказать, зал, который был открыт. Это был, так сказать, зал, который представляло крещение Руси и Византию, так называемый. Он был создан в таком образе Святой Софии Константинопольской. Сейчас там у нас находится выставка нашей золотой коллекции, драгоценной. Ну вот, смотрите, все музеи, которые созданы были больше ста лет назад, в 19 веке, сейчас, конечно, совершенно другое отношение к музею, другие требования к пространству. И как вы сейчас себя чувствуете в этом историческом здании? Какие возникают сложности в отношении количества посетителей, демонстрации экспозиции, создания выставок? Вот насколько это, с одной стороны, конечно, замечательное историческое место, с другой стороны? Оно не современно? Кто хотите, кто хотите, я так всем это... Сложности есть, безусловно. Но, например, вот то, что касается режимов хранения. Ведь что такое экспозиция? По сути дела, если постоянная экспозиция, речь идет, это место постоянного хранения экспонатов. Причем, если в отделах мы имеем возможность хранить по виду материалов, потому что разные материалы требуют разных режимов хранения, то в экспозиции все. И тут вот это огромное искусство, кстати сказать, соблюсти вот эти условности... ТВР это называется, температурно-влажность режим, например. Это биологический световой режим. Это биологический световой режим. Биологический это что? Это насекомые. А какие у вас насекомые? У понятия каких-то нет, у нас насекомые, их всех развелись. Это свет, потому что, допустим, если металл, он выдерживает любые люксы, которые есть, хотя, например, там тоже есть свои особенности, если это камень, если это эмаль, то здесь надо быть очень осторожным. То бумага и графика — и ткани тоже этого не принимают. А экспозиция исторического музея требует универсальности. Кстати, вот, кстати, еще очень хороший термин, который характеризует исторический музей — универсальный музей. Вот это термин, который очень любит Михаил Борисович Петровский говорить. Он говорит, что «Эрмитаж, универсальный музей, исторический музей, они универсальные». Ну, это очень сложное определение, потому что... Потому что в некоторых вопросах мы универсальны, а государство... Ну, речь идёт о... А вы хотите поспорить с государственным Эрмитажем? Это правильно, это правильно. Сегодня ваш юбилей, давайте. Да, не надо спорить с государственным Эрмитажем и с Михаилом Борисовичем Петровским. Нет, я имею в виду универсальный, потому что сейчас, мне кажется, всё как раз требует какого-то более определённого взгляда. Для какой аудитории? Для универсальной? Ну, тогда это, может быть, никому не интересно. Может быть... Ну, между прочим, вот с аудиторией тоже вопрос, потому что всё-таки... Я ещё раз говорю, там есть такая фраза, вот я её уже говорил, фраза заперена. Он не для времяпровождения. Он для самопонимания и самосознания. То есть человек, который приходит, он всё-таки должен чуть-чуть понимать, куда он попал, что это разговор об истории, надо её немного знать. Поэтому лучше всего в исторический музей приходить с детства. Да, и вот закладывать вот эти основы, которые к нам закладываются в нашей системе образования. Например, этот музей очень сложен для иностранцев. Очень сложен, потому что им надо тогда, так сказать, вот этот рассказ об истории буквально, начиная с нуля. Да, а не как, например, в художественном музее, где вы показываете произведения, которые создавались художниками специально для наслаждения человека. Вот у нас... Мы показываем иногда те предметы, которые, ну, может быть, совершенно не являются произведением искусства. Да, они, так сказать, часть... Плоть от плоти связаны с жизнью человека, с его обычной бытовой деятельностью, либо с какой-то определённой личностью. Но, с другой стороны, вот, допустим, у нас на экспозиции XIX века хранится уникальный памятник. Обычный гусиное перо. Обычный гусиный этим пером император Александр II, создатель нашего музея, подписывает протоколы знаменитые и подписывает, утверждает текст... 61-го года. Обычный предмет не является произведением искусства, но ты, когда ты на него смотришь, это, так сказать, возвращает тебе к тем великим событиям, к той выдающейся ситуации, которая очень сильно повлияла на историю нашей страны. И таких предметов у нас очень много. И, а вот, отвечая как бы на вас вопрос о том, что ведь было заложено архитектурой, дизайном... Вы знаете, мы все очень хорошо понимаем, насколько нам помогает вот этот вот алгоритм, заложенный Уваровым, залов первого этажа, где каждый зал посвящен определенной эпохе. И нам очень удобно экспонатами входить. Каждый экспонат, он становится как бы частью обрамления исторического. Это хорошо для понимания, это хорошо для представления. Вот, так что в некоторых случаях вот эти вот находки, которые были сделаны, они до сих пор работают. То есть они как театральные декорации такие вам создали для определенного... Ну, мы же, когда делаем выставку, мы же для выставки создаем определенное художественное обрамление. Ну, сейчас да, сейчас да. Вот, и это то же самое, и это тоже было. А это было обрамление для самого музея. Ну, кстати, это тоже у меня определенный художественный. И неплохие художники, кстати, когда на вас работали. Вы с Ницовым упомянули кто? Возовский, Возовский, Семирадский. Интересный разговор начался о том, нужно ли быть подготовленным для того, чтобы воспринимать историю. И вообще, вот какие, грубо говоря, требования, ну не требования, конечно, это может быть жесткое слово, предъявляет музей к своему посетителю? Или что ждет от него? Как, на ваш взгляд? Ну, знаете, мне кажется, это все ведь от семьи зависит. Или от очень хорошего учителя истории, который посоветует детям, или сам сходит с ними. То есть голым к вам не придешь? Голым нет, это очень трудно, это гений только способен на это. Есть замечательный труд, посвященный тому, что надо учиться воспринимать искусство. Этим занимаются профессионалы. Так же, как надо учиться читать. Сначала вы изучаете буквы, слова и так далее. Ровно так же это потребность для того, чтобы понимать и историю искусства. Надо быть готовым к этому. Знаете, вот интересно, в принципе, если в музей ходить с раннего детства, постоянно, да, ну, как хотя бы регулярно, ведь поначалу срабатывает клиповое сознание. Ребенок, возможно, не воспринимает и не надо. Он какие-то вещи для себя выделяет именно по собственному разумению, что называется, то, что ему больше нравится. Это могут быть самые разные вещи. Я не знаю, вот глобус Блау у нас стоит, вызывает абсолютный восторг. Что это за глобус? А, ну, глобус Блау, который был, кстати, непосредственно связан с Петром. Совершенно потрясающе огромный глобус. Он медный, он расписной. Или, например, вот в зале, посвященном смуте, где доспехи, где оружие. То есть ребенок, который приходит, он ведь выбирает для себя сам. Да, безусловно, его ведет экскурсовод. Но мне кажется, с каким-то более-менее регулярным посещением, вот то, о чем Наталья сказала, человек развивается. Потому что вокруг настолько насыщена и предметами, и сами интерьеры настолько насыщена информация, что, мне кажется, равнодушным остаться невозможно. Кстати сказать, создавать вот таких вот роскошных интерьерах экспозицию – это тоже целое искусство. Потому что внимание отвлекается. Конечно, особенно первый этаж. На самом деле, вообще, музейная работа – это еще и вопрос специальных знаний. Что такое хранитель? Хранитель – это человек, как правило, приходящий в музей с гуманитарным образованием. Но при этом, для того, чтобы сохранить коллекцию, нужно обладать конкретными знаниями физико-химического свойства. Нужно понимать, что любит или не переносит ткани, бумага, металл. Причем металл тоже бывает разный. Есть понятие археологического металла. Или, скажем, олова, который абсолютно капризный материал, который требует определенных температур, иначе он просто заболевает так называемой оловянной чумой. И так далее, и так далее. Оловянная чума. И стеклянная чума. И стеклянная чума. А стекло еще портится? Да. А что с ним случается? Оно разрушается. Да. Это, грубо говоря, распространяется как плесень какая-нибудь? То есть это на уровне деструкции материала происходит в зависимости от, скажем, неправильных условий. Это может быть. Ну, вот олова я затронула, да. То есть сначала возникают просто темные пятна, потом эти пятна начинают разрушаться. И вот то же стекло, например, в итоге может превратиться в песок, скажем. Стеклянные оловянные деревья. Это уже, кстати, уже не говоря об органике, потому что там вообще со своей... Органика это что? Кожа, кость, ткань, бумага. Ткань, бумага. Это все органика. У нас хранятся пряники. Мы с вами, кстати, тоже. У нас коллекция пряников огромная. Да. Очень интересная с 18 века. Вот тут, конечно, насекомых нужно было отводить от этого. Да, вот вы представляете, они уцели... Эта коллекция поступила к нам в начале 19-го, в начале 20-го века. Ну, пополнялась, естественно. И их не съели во время войны. У нас хранятся и конфеты дореволюционные, потому что у нас есть промышленная упаковка. И среди вот этих вещей случайно оказались настоящие конфеты. Поэтому у нас органики много, мыло. Да, если говорить о... У нас хранится московский хлеб. Ух ты. Московский хлеб. И ленинградский хлеб, кстати. Времени войны. И ленинградский хлеб, вот эти вот, паёк. Да, 125 грамм. Он тоже хранится. Вы говорите биологический режим, если его не соблюдать. Вот тут. Но у нас для этого реставрационные мастерские существуют. Да, кстати, сказать... Да, да, да. Вот это вот очень важно, в основном деле. И изучают их, и не только реставрируют, а просто... И консервируют. И консервируют, и сохраняют таким образом. И вот мы подошли к очень интересной теме, потому что, видите, не только важно показать, не только важно сохранить, но важно рассказать. Да, и, значит, наша экспозиция, она как раз отличается большим количеством экспонатов, которые находятся в залах, которые находятся в витринах. И, например, решить это старыми технологиями путём этикетажа мы постоянно, к сожалению, получаем претензии о том, что этикетаж мал. Но мы не можем его расширить. Этикетаж – такое слово, которое, конечно, просто посетитель музея не знает. Почему? Они знают, да, они как раз знают это всё. И только вот в последнее время появляются технологии, это прежде всего мультимедийные технологии, это цифровые технологии, которые позволяют действительно, так сказать, создать на экспозициях музея серьёзные информационные системы, которые рассказывали об отдельном экспонате, которые рассказывали об историческом событии. Вот так у нас сделан, например, музей 1912 года. Ну да, и он, в общем, был пионером. Да, и ты приходишь, ты получаешь действительно представление, так сказать, вот об исторических конвейерах событий. Вот это вот то, что мы будем потом развивать и на нашей постоянной экспозиции главного здания, например. Потому что, да, и здесь это очень важно, что мультимедиа, они дают возможность человеку по запросу. Ты хочешь углубиться и что-то узнать масса всего об этом конкретном примере? Ну, пожалуйста, но это не мешает рядом лежать в другом примере. И, кстати, ещё решение одной задачи, потому что постоянно, особенно те люди, которые не очень активно связаны с музеями, не имеют совсем представления, говорят, ну а зачем? Мы не видим, что хранится в музеях. Вот единственный способ показать всю огромную коллекцию, огромную коллекцию, это отцифровать её и представить в открытом пространстве. Вот сейчас это возможно уже сейчас увидеть на нашем сайте, если войдёте в каталог онлайн, то полтора миллиона. Но об этом лучше Марина Викторовна скажет, которая руководит... Вам осталось ещё три с половиной? Вам осталось, да, много. У нас на сегодняшний день отцифровано 2 миллиона 300, если быть точно. Оцифровано и описано? Вот. Вот вопрос... А, в этом и есть разница? Конечно, потому что оцифровать – это полдела, а ещё же нужно описать. Оцифровать в смысле сфотографировать, да, чтобы мы понимали? Конечно, конечно. Или фото, или сканирование, в зависимости от материала. А вот дать описание хотя бы краткое, вот тут проблема возникает определённая, особенно для хранителей, которые профессиональные люди, и которым иногда трудно согласиться с тем определением и с той атрибуцией, которая была в старых учётных книгах, и просто, так сказать, её вот... Перепечатать. Да, чисто автоматически перенести. И тут возникает проблема, потому что, ну, какие-то новые атрибуции, ну, если они есть, то они есть. И они, конечно, уже закладываются в том варианте, в котором они есть. А вот если следует всё-таки ещё поизучать – это время. А время у нас очень жёстко ограничено. И поэтому нам всё время приходится вот эти вот вещи соблюдать и вот искать всё время золотую середину. И на самом деле, ну, это не только наш музей. Все старые музеи, которые имеют вот такую вот вековую, даже более чем историю, на самом деле они стоят перед этой проблемой. Да, простите, что перебиваю, просто я хотела пояснить нашим зрителям, что Министерство культуры поставило задачу перед всеми музеями России до 2025 года оцифровать и внести в общий государственный каталог Российской Федерации всё, чем музей обладает. И все музеи сейчас в такой очень трудной позиции. То ли мы сейчас выполним это, ну, может быть, я обобщаю, выполним этот наказ руководства, а бы как, потому что иначе времени нет, то ли мы чуть внимательнее это сделаем, но тогда не успеем к 2025 году. Непонятно, что… А для нас это вообще проблема, потому что если кто-нибудь в год оцифровывает 70-100 экспонатов, то количество экспонатов, оцифрованных в историческом музее, достигает несколько сот тысяч. Что тысяч, да, и надо всех описать и переходить и так далее. Да-да-да, сложно, сложно, да. Ну, может быть, от скрытой части музейной работы, поскольку время наше, к сожалению, очень летит быстро, я хотела бы перейти к тому, что, собственно, видят посетители, и хотела бы спросить вас о выставках, которые в историческом музее всегда были блестящие, очень яркие последние годы выставки, но что для меня было немножко удивительным, когда, например, возникает в историческом музее выставка Дюрера, потому что я привыкла как? Вот тут западное искусство, тут русское искусство, тут, не знаю, живопись, а в историческом музее исторические выставки. Ну вот, например, этот каталог «Русские головные уборы» – вот это как-то соответствует моим таким стереотипам. А то, что вы привозите сейчас, начали привозить огромные выставки искусства западного, почему? А разве головные уборы нельзя отнести к искусству? Как вы меня ловко срезали, ловко срезали сразу. Но все-таки Дюрер – немецкий художник, причем здесь… Но мы же универсальный музей. А, это все объясняет. Конечно. Да, но вы раньше этого не делали. Почему вы сейчас стали этим заниматься? Вы знаете, то, о чем Марина Викторовна говорила в связи с госкаталогом, о том, что памятники постоянно изучаются. Невозможно иметь коллекцию и не заинтересоваться. Не все изучено. А у вас был Свидерер? Да, у нас есть. Да, у нас 9 работ. И это выяснилось благодаря тому, что мы стали делать эту выставку, потому что его никогда не презентовали. Не было повода для этого. А вот с изучением этих коллекций наших под разными углами возникают всякие точки соприкосновения. И мы решили, что это будет очень правильно, если исторический музей начнет показывать произведения искусства. Но обратите внимание, в 2019 году мы начали работать над проектом, который называется «Сокровища музеев Италии в историческом музее». То есть они просто сокровища. Я просто буду показывать вам пока Дюрера, если вы вдруг не были на этой прекрасной выставке, то вот хотя бы каталог такой замечательно изданный остался. Каталог незаметный совершенно. Это, кстати говоря, не просто каталог, а это книга, единственная в России, которая столь обширно представляет гравюру Дюрера. Это первая публикация в таком объеме. Опять исторический музей впереди планеты. Так вот, возвращаясь к итальянским коллекциям. А как итальянские коллекции оказались в собрании исторического музея? А потому что исторический музей собирает все вещи, которые характерны для русского быта. А разве можно себе представить Россию, не связанную с Италией? Мы же рядом с итальянской крепостью уже. И универсальный музей, да. Можно я еще одну реплику? Да, конечно. Дело в том, что исторический музей – это не только русские коллекции. У нас же ведь огромный вклад в собрание, в комплектование коллекции внесли наши фундаторы. И в XIX веке в частности. Ну, Щукин Петр Иванович, положим. Конечно, он собирал российские древности, но у него были в коллекции уникальные предметы не только русского происхождения. То есть, таким образом, благодаря... Щукин Петр Иванович – это просто один из тех братьев Щукиных. Недавно огромная выставка в Пушкинском музее была посвящена... И там, кстати, целый зал был. И там был целый зал ваш. Петр Иванович, да. Да, да, да. Это просто в качестве примера. Он не единственный. Бахрушин и прочее, прочее. То есть, люди... Бахрушин тоже не только театральными вещами занимался? Это не тот Бахрушин. Это не тот Бахрушин. Это ведь целая семья очень большая, московская. Вот. И они не ограничивались зачастую только русскими, вещами русского происхождения. А поскольку их коллеги попались в собрании исторического музея, то у нас, соответственно, не только русская коллекция. Валивались они, и когда они сами передавали, и когда после революции национализировали очень много частных коллекций. В том числе и эта. Которые попали... Когда распределяли... А вы знаете, иногда не то, что национализировали, иногда сами коллекционеры свои коллекции передавали вот в этот сложный период, передавали в исторические музеи. По-разному, да. Иногда для того, что, надеясь, вернуть. Иногда, но, так сказать, они сохранились, и слава богу, что они сохранились для народа, потому что всё, что находится в руках музея, оно, как правило, лучше сохранено. Конечно. Всё, что попало в руки народа в 1917 году... То есть, нет, наоборот, исчезло просто с лица земли. Всё, что в музеях, ещё как-то сохраняется. А с точки зрения Дюрера, я ещё добавлю очень интересно, потому что я историк. Да, и мы потом... Наталья Владимировна тоже... Да, и для меня Дюрер – это исторический источник, потому что это лучше, чем фотография по жизни. То есть вы как специалист по оружию? Конца 15-го, да, изумительно, кстати. Это сейчас вы покажете моё самое любимое произведение. В Конной Святой Георгии, нет? Нет, нет. У меня больше... Я люблю... Пушку. Значит, всадник и смерть, вот, рыцарь и смерть, но это тоже хорошее. И пушка, пушка. То есть здесь вы тоже можете... Здесь вы тоже можете разобрать с точки зрения историка оружия, что это здесь изображено, да? Да, всё скрупулезно, всё соответствует буквально всем качественным элементам. Это лучше, чем фотография. Ага. Ну вот вы ищите свою любимую, а Наталья Владимировна продолжит про итальянские коллекции. И мне хотелось бы, чтобы несколько слов вы сказали о том, что предстоит в этом юбилейном году, потому что я знаю, что какая-то генуэзская интересная выставка нас ждёт, да? Да. Можно я немножко к Дюреру всё-таки вернусь? Конечно, конечно. Вы знаете, мы выработали очень интересный приём, который нам показался любопытным, для того, чтобы мы могли как-то... Ведь вот вам, наверное, интереснее смотреть то, что создано вашими друзьями, людьми, с которыми вы знакомы, правда? Чем с людьми посторонними. То есть вы как-то относитесь по-другому к этим работам, уже какой-то личностный такой, да, аспект появляется в восприятии. Вот мы также поступили с Дюрером. Нам захотелось не просто показать его гравюр, вывесить эти ряды изумительных, конечно, безусловно, работ. Вот нам захотелось, чтобы человеку, пришедшему на эту выставку... А вы знаете, что Дюрера мало кто знает? Как? Может быть. Да. Мы делали опросы на выставку, мы были поражены. Вот поколение, наверное, Алексея Константиновича, Марина Викторовна, моё... Это люди, для которых это имя не пустой звук. Для молодёжи нет. Я видела мальчика, который маме, указывая на серию, посвящённой жизни Богоматери, он сказал, «Мама, это комиксы». Ну хорошо, но в этом нет ничего страшного. Нет, нет. А именно... Но маленький мальчик не должен знать Дюрера? Всё-таки у него ещё есть несколько лет, чтобы... Ну, мальчику лет 10, ну, наверное, предположим, что он его не знает. Это неважно. Так вот, нам хотелось, понимаете, какой-то, чтобы появился личностный аспект и на этой выставке. Для этого мы, исторический музей, показали свои коллекции. Первый зал, который был посвящён историческому как раз направлению, то есть городу Нюрнбергу, где жил, родился, был воспитан, эпоха Ренессанса, мы показали вещи из коллекции исторического музея, изумительные совершенно, которые были сделаны во время того времени, когда там жил Дюрер. И, кроме того, вам, наверное, известно, что у нас огромный археологический отдел, нумизматический отдел. Отдел нумизматики. Это отдельный институт, это школа, так же, как школа археологов, школа нумизматов наших, школа декоративных прикладов и так далее, и так далее. Так вот, у нас в коллекции хранятся монеты, которыми мог расплачиваться Дюрер, за которые он, собственно, и работал. Ему же были нужны деньги в том числе. И вот именно в этом контексте мы впервые показываем нумизматические предметы именно как деньги. Что еще очень важно? Это очень важно, конечно, объединять разные фонды, чтобы показывать, как-то восстанавливать жизнь и атмосферу какую-то, чтобы человек... И коллекция музея дает эту возможность. Вот что самое главное. Вот вопрос об универсальности. Универсальности помогает. Совершенно верно. Вот 90 предметов нам привезли Дюреры, и 90 предметов было из коллекции исторического музея на этой выставке. Давайте посмотрим вашу любимую гравюру. Вот это просто вся гравюра только про оружие. Нет, это пушка. Это пушка, да. И что же здесь вас радует, Алексей Константинович? Расскажите. Единственное, если вы хотите узнать, как выигрывало артиллерийское орудие начала 16 века при перевозке, вот, пожалуйста. Других источников нет. А в 17 веке уже все по-другому. В 17 веке уже все по-другому. Там уже другая жизнь. Так же, как разница между 19-м и 20-м. Ну да. Вот. И я так думаю, что и вот эта выставка была интересна. Вот эта знаменитая меланхолия какая потрясающая. Да, не менее, не менее, так сказать, яркая будет выставка из Генуи. Да. Так к вопросу о Генуи. Что это будет? Мы надеемся, что в сентябре к нам приедет выставка из девяти музеев Генуи. Мы хотим показать, что в Генуи много музеев. То есть, как минимум, девять. Каждый из которых представляет нам ярчайшие памятники. И таким образом характеризует свое собрание. То есть, мы показываем произведение искусства. Мы показываем такой специфический срез каждого музея, какие коллекции в нем находятся. И таким образом, понимаете, у нас как-то меняется аспект вот этой нашей выставочной деятельности. Не просто произведение искусства, а все-таки, как они живут в музее. И мне бы не очень хотелось подробно рассказывать об этой выставке, чтобы она была заманчивой. Чтобы она была заманчивой. Я назову только некоторые предметы, которые, особенно на мой взгляд, чтобы даже заманить на нее. Во-первых, будет представлена совершенно уникальная вещь. Это такой ларец XII века, в котором серебряного золотого дела, в котором находился прах Иоанна Крестителя. Этот предмет никогда не выставлялся, конечно, в России, безусловно. И он очень напоминает те византийские вещи, которые хранятся в нашем музее, в частности. И вы будете это сопоставлять тоже? Нет. В этот раз мы не будем сопоставлять так откровенно. Но хотя у нас есть задумка, как мы в эту экспозицию можем включить наши вещи. Затем будет представлено мускусное яблоко. Знаете ли вы, что это такое? Это вещь, необходимая совершенно в быту XV века. Это украшение. С одной стороны, это украшение для костюма, а с другой стороны, это предмет, такой шар, внутри которого находится мускус. И по тамошним поверьям того времени, XV века, считалось, что он отпугивает от чумы этот запах. Но при том, что он еще приятным ароматом обладает. Вот можно будет увидеть этот предмет, я не стану его описывать. Затем мы привезем одну из работ Караваджи. Мы привезем один из парадных портретов кисти Ван Дейка. Мы привезем многофигурный вертеп XVIII века. Как интересно. Мы привезем свадебный ларец Косторезов, который был сделан в Венеции. И мы привезем еще фреску, которая не копирует, а напоминает. И выполнены, главное, в то же время, Тайные вечери, которые напоминают нам, конечно, Тайные вечери, Миланскую, кисти Леонардо да Винчи. У нас будет возможность обсудить эти два предмета. Очень интересно. Помимая об одном. Да, что буквально две минутки у нас остается. Что еще планируется в этом году? И как хочет отмечать юбилей музей? Что для вас делать? Программа очень большая. Потому что сейчас буквально в течение этого месяца будет открытие двух выставок. Во-первых, это подарок от Гохрана. Выставка ювелирного искусства. Где есть современная и историческая коллекция. В конце месяца мы открываем выставку новых поступлений. Выставка достаточно оригинальная. Они будут вплетены в нить всей экспозиции, существующей в Государственном историческом музее. Показывают эту связь и с точки зрения комплектования современного, и коллекции, и истории коллекции тех процессов, которые показаны. Эта выставка, которая сейчас готовится, я думаю, что для меня она крайне интересна. Это выставка под названием «Россия на путях цивилизации», «На дорогах цивилизации», которая будет как раз рассказывать об этой функции музея, представлять цивилизацию на просторах нашей страны. Это выставка, посвященная двум юбилеям нашему музею и Петру. Это выставка, посвященная Петру Первой. Это летом. Программа невероятная. Да, Наталья сказала уже о выставке, которая будет рассказывать о сокровищах Генуи. Кроме того, еще один зарубежный проект, который мы сейчас постараемся приготовить, это «Война и мир в античной Греции». Это проект совместный наш и группы берлинских музеев, во главе с Номитом Пергамон-музеевым. Ну и готовим выставку, посвященную, так сказать, истории создания Советских Союзовских Республик, реликвии Красной Империи. В 1922 году, которая была создана. В 1922 году, да. В конце года мы ее, наверное, откроем. Интересно, что вы и на советскую историю тоже... Ну почему же? Мы же все-таки представляем всю историю. Мы не делим ее, да. Это история нашего народа. Да. Спасибо большое, друзья. И мне остается только поздравить Государственный исторический музей с юбилеем, с вашим 150-летием. И очень радостно, что музей меняется. И вот то, что вы мне рассказали, это очень интересные какие-то современные проекты и вообще современные подходы. Ну вот такая, казалось бы, консервативная институция тоже должна меняться. Это тоже очень правильно. И история у нас все время меняется, но с этим мы уже как-то, видимо, привыкли жить. Нет, мы наоборот считаем, что она не изменила. Не изменила, да. Ну посмотрим. Я за свою жизнь, не в 150 лет, много всего видела. Посмотрим, что будет дальше. Как еще ее нам будут по-разному преподносить. При этом замечательные экспонаты и ценности исторического музея, дай бог, останутся на своих местах. Спасибо большое. Я благодарю Алексея Константиновича Левыкина, Наталью Владимировну Углеву, Марину Викторовну Чистякову за этот разговор. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»